добрый день любое другое время суток по вашему выбору собственно решил я записать небольшой свежий левачок по мотивам последних событий вот ну начнем собственно с последних событий верховный суд утвердил решение о ликвидации международного мемориала как и ожидалось и в принципе мы теперь понимаем почему это было сделано да это была информационная зачистка перед так сказать тем что мы сегодня наблюдаем но зачислили как мы видим не все и в телеграме например прекрасно функционирует запрещенный в российской федерации по моему или объявлены иностранным агентом я уж путаюсь канал овд-инфо вот коту который замечательно координирует протесты которые вот у нас происходят против войск на улице ну соответственно отчетностью задержаниях там и так далее и тому подобное вот так что все нормально у наших либеральных друзей да вот что почитать посмотреть если кто-то что-то пропустил значит на канале род фронт вышло несколько любопытных лекций значит роман осин рассказал нам про марксизм и патриотизм актуально сегодня как знал вот александр батов описал александр сергеевич батов когда называют александром сергеевичем не постоянно ассоциация с пушкиным проскакивает вот описал нам сегодняшнее положение дел международном коммунистическом движении так бегло вот и вот две части ленина патриотизме это роман осин издевался над своими студентами но не в смысле тем как кому он преподает а добровольными студентами с род фронта которым он соответственно читает лекции он им устроил семинар заставил самих там готовить материалы про ленина и патриотизм ну в общем преподаватель что сказать только дай ему над людьми поиздеваться еще советую кстати если кто не видел посмотреть вот это вот интервью кости семина диане коди она была записана 23 февраля то есть за сутки до начала операции и кости он умудрился здесь разложить все то чтобы что у нас сейчас происходит просто описать практически да то есть как будто он это из прошлого сам видел вот то есть скромняга такой кости то на самом деле у него возможности програли прогнозиста очень серьезный вот конечно вот на этом канале у чумного доктора над кости так глумели что если каждый день войну предсказывают рано или поздно угадаешь но вот а тут кости не просто предсказал он действительно очень точно описал ситуацию которая сложится в начале войны что касается самого канала чемного доктора то я рекомендую всем мальчикам которые интересуются там танчиками и всем прочим куда какие войска передвигаются и так далее смотреть стримы андрея пашинина ежедневные пока вот по войне ну там мало того что собирается много интересных людей многие сами там с донбасса или из украины вот но они еще подкованы по большей части в левой повестке да и вообще вот в левых сферах так сказать вот мы плюс дается много полезных советов вот ну и что касается полезных советов то чтобы сейчас посоветовать левым вот идут дискуссии значит что делать левым в такой ситуации ну потому что тут кто-то за войну кто-то против войны кто-то за освобождение донбасса кто-то еще за что-то во первых я сразу посоветую левым подписаться вот на эти два замечательных канал это православное сопротивление великой малой белой руси движение 40 40 вот врага надо знать в лицо плюс здесь иногда очень смешные ребятки появляются но это так это конечно в порядке юмора а на самом деле ну что делать левым в такой ситуации ну надо во-первых ее правильно оценить дело в том что мы вот левые да не системные скажем таки системные левые левые понятно чем заниматься они открыты зигуют в интернете но было в буднях упороток если кто-то не видел как дядя гена зюганов выложил такой плакатик зигующим фашек а вот в качестве главного героя вот что он имел ввиду ну не очень понятно вот короче левые как бы официальные они зигуют а ну они собственно сами же это предложили да вот с них же все это как бы началось в медиа пространство это присоединение все такое признание вот ну понятно что они были только инструментом они системным ну дело в том что мы на эту ситуацию не влияем к сожалению никак нас никаких рычагов нет то есть поэтому кричите вы против войны или кричите вы за войну абсолютно не имеет никакого значения потому что будет война не будет это будут решать без вас ну более того это уже решили без вас то есть нам теперь приходится иметь дело просто с последствиями текущей ситуации да вот не говорить там хорошая она или плохая просто надо ее адекватно оценивать ну а так как информация из-за района боевых действий у нас цензурируется ее очень мало вот и и ему много кто оценивает то левым скорее нужно занять такую позицию и оценивать ту информацию которая нам доступна а именно то что происходит у нас здесь внутри да потому что внутри у нас происходит очень много интересного и далеко не все это попадает так сказать на первой страничке вот тут вот доллар до 100 рублей упал у нас сегодня неделю назад был 75 интересное такое падение по интересной траектории да вот ключевая ставка поднялась поднимется точнее до 20 процентов годовых говорится в сообщении центробанка вот то есть я не знаю я просто не связываюсь не связывался с ипотекой кредитами а вот что это будет значить для людей которые связывались вот это вот интересный вопрос да так вот это вот я думаю это у нас будущий кандидат президента украины что еще произошло значит михаил фридман тупит facebook кстати да вот это вот еще момент такой интересный по поводу фейсбука внезапно затупил когда не надо да у нас сейчас постепенно начинаются проблемы с соцсетями там у кого-то что-то работает у кого-то что-то не работает и так далее и тому подобное вот поэтому надо как можно больше открывать каких-то других площадках на других площадках каких-то ресурсов да то есть там я не знаю яндекс зен там ручью контакт еще что-то там вот короче а я оффлайн у меня интернета просто нет ну извините вот короче михаил фридман высказался в том смысле что он за мир за мир ну естественно перед своими сотрудниками перед сотрудниками с организацией значит зарубежных с которыми он связан вот соответственно он высказался за мир за мир вот сказал что он против этой войны и так далее и тому подобное михаил фридман это известный так сказать друг владимира владимировича вот соответственно что еще вот президент гендиректор авиакомпании победа 24 числа вместе с началом боевых действий как-то оказался резко в швейцарии почему-то да вот центробанк россии за два месяца до начала военных действий перевез великобританию 240 блин извините за такую техническую накладку что я могу сделать если у меня интернет отрубили ни с того ни с сего вот 240 тонн золота перевез великобританию да зачем непонятно ну вот и в общем левом надо сейчас вот эту вот ситуацию можно тщательнее освещать да так банк втб поднимает ставки по ипотеке 15 и 3 теперь будет да вот то есть вот такие вот новости надо вытаскивать наверх да и показывать соответственно людям ну я уверен что есть новости о подорожании всего на свете соответственно ну про соответственно электронные всякие прибамбасы мы уже знаем вот что они подорожали на 30 процентов да и это только начало вот то есть вот такие вот новости надо вытаскивать и показывать людям вот это замечательный плакатик от кпр вот взятый с твиттера зюганова это не я тут что-то подложил не то не туда да вот то есть и показывать людям как на и на них все это дело отражается да потому что вот денис пушилин из ммм пообещал отмену налогов на освобожденных территориях донецкой области отмена налогов это хорошо единственно что он так пообещал как будто на тот из своего кармана это все будет делать нет я не думаю что сам денис пушилин или республики донбасса настолько богаты чтобы восстанавливать захваченные территории ну освобожденные территории извините вот за свой счет делать они это будут за наш счет вот это так только к слову да вот в общем надо показывать людям как эта война влияет собственно на их жизнь вот и на жизнь власть имущих ну потому что понятно что какие-то миллиардеры там разорились вот у человека там вместо 100 миллиардов долларов там стало 95 вот это кошмар кошмар да но как бы он то еще хоть сколько-нибудь хоть как-нибудь протянет а вот вы с такими с такими ценами да с такими процентами от сбербанка там центробанка и так далее тому подобное как протянете вы подумайте об этом да вот ну и что еще тут вот создается такая достаточно уникальная ситуация предположим что наши войска завершат успешно значит вот эту вот операцию на украине соответственно деноцифицируют ее чтобы это не означало посадят там свое правительство пусть это будет поклонская царев медведчук не знаю кто угодно вот и у нас появляется целая территория нам для пропаганды на которой выжгли каленым железом все коммунистические вот движение да и в первую очередь официальные коммунисты насколько я понимаю на украине слиты в ноль просто вот и если кто-то из левых будет там пытаться начинать свою пропаганду по моему вот как раз бывшие официальные коммунисты но имеется ввиду функционеры коммунистической партии украины вот это последние с кем стоит в этом смысле связываться вот начинать надо будет с чистого листа и заходить опять же не размахивая красным флагом а заходить именно вот с таких жизненных вещей как там просто цены налоги пропаганда вы ленина защищали там когда-то в 2014 году от майданчиков да вот теперь к вам пришли любители власова и маннергейма да вот вот что то такое да ну и последнее что хочется сказать вот у нас есть такая замечательная девушка олицетворяющая собой нашу интернет цензуру да она называется екатерина мизулина совершенно волшебная блондинка вот которая вот она да очень очень эта девушка мне нравится симпатичная вот которая тут прижала юру дудя за про украинские высказывания еще кого-то вот но не забывайте что при случае это замечательная девушка займется и вами то есть левыми с огромным удовольствием вот поэтому следите за новостями так сказать в мире цензуры и по возможности переходите или на изопов язык или просто какие-то ключевые слова может быть произносите поменьше а то придет к вам катя мизулина и укусит за всякое вот объявит вас иностранным агентом или еще кем-нибудь но она глава лиги безопасно безопасного интернета это прокси структура олигарха малафеева там как все работает она пишет письмо в скр или прокуратуру до прокуратуру уже вами начинает заниматься поэтому помните когда вы высказываетесь в сетях да там я не знаю на ютюбе или в своих лентах социальных сетей всегда вспоминайте вот это вот очень красивое доброе лицо вот собственно все что я бы хотел сказать левым своим единомышленникам по по поводу текущей ситуации вот я надеюсь что все будут аккуратны последовательны рассудительные логичны не будут подаваться никаким там неправым не ли ну то есть не либеральным не патриотическим угаром все будут трезво размышлять и доносить соответственно свое видение ситуации до максимального количества людей агитация и пропаганда к сожалению ничего другого мы сейчас сделать не в состоянии вот конкретно текущая ситуация от нас ну не зависит никак вот а какие-то резкие телодвижения могут привести просто к репрессиям жестким да то есть поэтому будьте аккуратны вот наше время еще не пришло но обязательно когда-нибудь придет вот учение маркса всесильно потому что она верно и коммунизм неизбежен ну вот так вот лозунгов до для хорошего настроения под завязочку вот всем добра род фронт